о чем вы мечтали в 90-х о поездке на бали о париже о сумке и в сен-лоран я мечтал о коробке трехцветного мороженого не знаю где его доставал отец три вкуса клубника ваниль и шоколад лучшее сочетание которое можно было придумать и о приставке sega мега drive как у моего друга димки мечтал о японской жвачки в больших коробках которых были маленькие коробочки с нарисованными мультяшками и конечно бутылках японского спрайта которого я упивался до такой степени что у меня начиналась аллергия японский спрайт кстати идеально сочетался с печеньем которое выпекала мама на большом металлическом противне не помню что заканчивалось раньше спрайт или печенье мне было 7 и был 94 самый последний на севере поспевает ягода брусника мы жили в небольшом сером пятиэтажном доме когда отец впервые отправился на корабле в японию зале на табурете что-то вещал телек а на всю стену красовался густой лес модные между прочим в то время фотообои то было уникальное время и уникальное место время надежд суровом магадане в городе котором мало кто был но которым знали все в магадан в то время начали попадать атрибуты повседневной жизни страны восходящего солнца видеомагнитофоны часы кассио шмотка и конечно праворульные машины с автоматом кондиционером и велюровым салоном модные видеомагнитофоны позволили нам разнообразить свои вечера голливудскими фильмами и конечно они были своего рода рекламой всему западному и восточному великий джеки чан и его фильмы где он гонял на митсубиши стали культовыми в россии он был амбассадором японских автомобилей хотя сам был китайцем для меня впрочем не было никакой разницы каждый житель дальнего востока хотел себе японский автомобиль я хотел просто уметь перепрыгивать через каждую штуку как это делал джеки как джеймс бонд ассоциировался с астон-мартином джеки чан ассоциировался с митсубиши а дальний восток в целом с японскими автомобилями сейчас возможно для среднестатистического жителя самой большой страны в мире не будет чем-то незаурядным пригнать себе тачку из-за рубежа а вот 30 лет назад без поисковиков переводчиков и мобильных телефонов сделать это было чем-то как минимум захватывающим нужно было либо на свой страх и риск договариваться в портах с моряками либо самому становиться моряком также на свой страх и риск если договоритесь с морячком то скорее всего попадете на качестве автомобиля конечно они не разбирались что за машину они берут и какое у нее техническое состояние бегом из порта бежали на авторынок брали что приглянется и бегом грузить на корабль еще раз не было всех этих смартфонов не было и интернета как выглядела то япония знали либо по десятку фотокарточек переданных какими-нибудь бывалыми корешами кто был за бугром либо где-то из скудных книжонок и журналов мой отец по специальности был инженером-механиком человеком с очень полезными навыками для того времени и места моряком он не стал а вот экспертом чьи скеллы требовались в стране восходящего солнца чтобы отличить хорошую эпоху от плохой очень даже стать смог отец как и подобает хорошему инженеру механику работал на станции техобслуживания в магадане крупнейший на тот момент вся командировка в японию занимала около месяца плавание отбор покупка автомобиля погрузка и доставка до магадана и конечно двенадцатичасовое впахивание на разборке перерывах можно было поразвивать мелкую моторику японскими палочками или выучить очередное аригато или коничева в японском словаре спрос на японские авто в россии рождало и нужду в японских запчастях вот наши ребята и разбирали все что в японии должно было отправиться в утиль все в контейнеры ящики и на корабль когда корабль заходил в магаданский порт оттуда автомобили шли на ста часть инженера мореплаватели забирали себе другая часть подвергалась предпродажной подготовки и соответственно дальнейшей продажи схема идеальна и себе авто привез и на будущее для перепродажи денежки заработать и конечно все покупатели становились постоянными клиентами потому что ну а где еще обслуживаться если не на той же станции которая тебе хорошенькую и пушку подогнала конечно в любом таком инженере мореплаватели совершившим поездку за японским автомобилем зарождалась предпринимательская жилка на ст о помимо основного сервиса быстро соорудили магазинчик с запчастями и японскими товарами газировкой чипсами жвачкой и бог знает чем конечно в одну из таких поездок мой отец привез себе пожалуй самый легендарный автомобиль того времени toyota mark 2 позже было и микроавтобус toyota dyna а для перепродаж ввозилось все что вы можете себе представить из японских автомобилей безусловно после каждой такой поездки перепадала и мне с братом импортные разноцветные куртки яркие шапки и модные джинсы на вырост это был главный критерий покупки во первых ходишь несколько лет во вторых в магаданские минус 30 можно было подадить свитер абсолютно любого размера в 1980-х япония производила больше автомобилей чем соединенные штаты америки а на пике 1990-х япония производила более 1 миллиона автомобилей в месяц как раз одним из успешных критериев развития японского автопрома помимо их надежности и дешевизны был потрясающе успешный вторичный рынок поддержанных японок автомобили перепродавались с аукционов внутри страны и после отправлялись в разные точки планеты япония являлась одной из тех стран где были популярны так называемые авто аукционы мы все знаем что японцы живут на работе у них нет времени созваниваться с потенциальными покупателями рассказывать и показывать свою бэушку потенциальному клиенту а тем более делать автомобилю какую-либо предпродажную подготовку все для экономии времени японец отдаст ее в специальную организацию обозначит сколько хочет за нее получить и пойдет дальше работать возможно на конвейер той же самой тойоты или субару